Сандаш, вы говорили об отношениях и партнерстве. Партнер как бы это одно, отношение это другое. Вы говорите о том, что мы должны быть открыты для всех. Сандаш, вы говорите о том, что мы должны быть открыты для всех. Сандаш, вы говорите о том, что мы должны быть открыты для всех. Это вопрос для каждого. Не нужно быть как бы с одним человеком, особенно, например, вы находитесь в этой жизни с этим мужчиной. Если у вас есть человек, с которым вы... Допустим, если только любовь и нет никаких отношений, хорошо ли это? Если вы получаете удовольствие от себя полностью, то никаких проблем не будет. Почему мы хотим быть с кем-то? Потому что мы не получаем удовольствие сами от себя. Если вы получаете удовольствие от себя, кто-то есть, допустим, в вашей жизни, очень особенный человек в вашей жизни. Вы можете с ним делать все, чтобы полностью быть с ним. Вы хотите с ним делиться ваше удовольствие. Это очень хорошо. Проблема начинается с того, когда вы начинаете привязываться к этому человеку. То есть, вот здесь много людей. Или там, где-то многих людей или нескольких людей. То есть, человек пришел хорошо, ушел хорошо. Но когда вы начинаете отношения, эго, эго входит в вас очень тяжело. Когда он пришел, он хорошо, он уходит, тяжело, тяжело, что он уходит. Но если вы будете больше как бы быть в себе, внутри себя, вы тогда сможете получать больше удовольствия от этого человека, который рядом с вами. Так много эмоций входит, любовь начинает уходить. Кажется, что это любовь, но на самом деле это не любовь. Любовь ушла. Больше начинается борьба, борьба. Не один. Однажды все заканчивается. Выходит, я ухожу от тебя. Я ухожу от тебя. Соответственно, начинают говорить друг другу, партнеры. Важно, это правильно, то есть иметь кого-то, да? Быть с кем-то, но как жить? Жить с кем-то, быть с собой, то есть быть в любви, и потом только после этого, быть любившим самого себя, и после этого двигаться к кому-то еще. Это означает, что вам нужно быть самим с собой больше. Делать небольшой такой зазор, да? Такое пространство между другом, в ином случае. Кто-то должен быть в вашей жизни, конечно, с кем вы можете делиться все ваши эмоции. То есть как бы минимум один человек, с кем вы можете делиться. Это очень хорошо. То есть вопрос ко мне спрашивают, а допустим, создавать семью это важно? Это очень нормально. Иметь секс, детей рожать и так далее. Это часть жизни, то есть как быть с кем-то. Да, сам Даша отвечает, это часть жизни. Если вы хотите быть свободны, первое, первое, это вы. Если вы не очень чувствуете, если вы, по-моему, вообще не будете получать удовольствие ни от кого, ни от вашего партнера, ни от ваших детей, ни от ваших родителей. Первое, вы должны быть сами с собой. Важно, важно, это вы. Если вы не очень хорошо себя чувствуете, за что? Вы не получаете удовольствия ни от чего. Допустим, люди в хорошем настроении, танцуют, так-то-так. Или кто-то, если тут не очень в хорошем настроении, этот человек, который не очень хорошо себя чувствует, будет смотреть на них, да? Что со мной происходит? Почему я не получаю удовольствия? Что со мной не так? И может вообще даже начать смотреть на людей, они не очень странные люди. Это фальши, это что они делают. Да потому что внутри себя вы не очень хорошо себя чувствуете. Когда вы находитесь в хорошем расположении, тогда все вокруг вас будет казаться хорошим. Когда вы живете с кем-то, с партнером, там, с семьей, вы живете с партнером, он как бы нажимает. Очень хорошо то, что он как бы нажимает на ваши кнопки, он заставляет быть вас осознанным. Он нажимает на ваш гнев, на вашу ревность, ваши привязки. Он показывает вам, что у вас это есть. И вы благодарите друг друга, что благодаря тебе я могу видеть свои привязанности. Через тебя я могу видеть, что я в ревности. У меня есть ревность. Я могу видеть свое эго. И когда вы в одиночестве, вы этого не можете не увидеть. И когда кто-то с вами покажет вам это. Если вы сфокусированы на том, чтобы расти внутри себя, учиться, и тогда вы возьмете этот вот, вот этот урок, как бы, этот шаг как урок, то есть шаг проживания, да, с кем-то, с каким-то партнером. Это означает, что у меня есть гнев, у меня есть ревность, у меня есть эмоции. То есть отношения, как бы, еще в них хорошие, они нажимают, нажимают вдруг на кнопки. Только одна вещь. Когда вы партнеры, когда он ведет вас к гневу, к ревности, к привязке, не просто не говорите, что это. Я стал ревностью за тебя. И ты сделал меня злым. У вас есть, у вас есть эмоции, гнев. Он как бы нажимает, гнев приходит. У вас есть, допустим, молодой человек. Он смотрит на других девушек. Он говорит, что я люблю вас. Я люблю вас. То есть он говорит, что я всех люблю вас. И у вас, конечно, происходит сразу ревность. Но он очищает вашу привязанность. Эмоции очень-очень большие, но это вы должны принять. Но. Ну, если вы хотите избавиться от ваших эмоций, вы идите выше. Если вы живете на земле, на земле вы видите сюда деревья, там, все остальное. Если пойдет на 15 этаж, там, какой-нибудь, вы будете то же самое видеть все, что на земле. Если вы пойдете на самолете, вы едите на самолете. Те же горы, те же, ну, все то же самое, что вы видели на земле, но вы уже не видите их так близко. С тем, эмоциями, эмоции вы всегда, у вас всегда есть. Но нужно, как бы, перешагнуть это, сделать еще один шаг вверх, выше. Это, когда вы идете через эмоции. Вы уходите, как бы, уходите отверстия. Но как только вы заземляетесь, уходите вниз. Допустим, вы начинаете видеть все, опять все происходит и так далее. Вы должны выйти за пределы эмоций, как бы, вверх. Идти больше вовнутрь, где эмоция закончится. В общем, когда вы находитесь уже за пределами эмоций, тогда вы будете очень спокойны, очень удовлетворены, очень неблагословлены. Никого там не будет внутри вас. Вы все возвращаете, вы все это увидите вновь. Вы больше наблюдаете, больше наблюдаете с собой, увидите, как эмоции постепенно будут соответственно заканчиваться. и когда вы живете вместе, ваши соответственности, и вы живете, они будут помогать вам, надавливая на ваши кнопки. Вы наблюдаете, смотря, что внутри вас. Это очень злые. Хорошее. Вернуться в дом, вернуться к себе, взять подушку, и кого хотите побить, с кем вы злые, или там взять фотографию этого человека, побить ее. и в тот момент, когда вы начинаете, когда как бы, начинаете расправляться, подушкой, да, вставлять от человека, ваше, гнев высвобождается, ваш гнев выходит. Как жибриш, например. Делайте джибриш, катарсис, и очищение случится. Это путь. И в ином случае, в другом случае, будете кипеть, кипеть, закипать, закипать, час, два, день, три дня. Лучше, как только это случилось, идти к себе, и соответственно, несколько дней, после того, я говорю, И высвободится, очистится. Это лучше. Самый лучший, когда у нас есть партнер, это хорошая вещь, в том смысле, что вы его будете, собственно, нажимать на ваши кнопки. Несколько дней назад, я говорила одну историю, сейчас опять ее скажу. Один молодой парень даю тебе, ask, I can think I want, want to do marriage, and some part don't want. Далее, что здесь несколько человек были сиденья, молодой человек пришел, спросил, мне, я думаю, что я хочу жениться. Одна часть во мне, как бы, говорит на то, что я хочу жениться, другая часть, «Что делать мне? Помоги мне, скажи мне». Когда он спросил, когда он спрашивал, сатсан продолжался один час, полтора часа. Этот мастер давал сатсану в своем доме. Предположите, что вы даете сатсану. Предположите. Он давал сатсану и пил, что он был злым. Он часто бывает злым. Он также был с тем же мастером, у него была жена. Он сказал, когда начался сатсан, он сказал «Хочу чай, сделай мне чай». Когда он это сказал, потом он забыл об этом, он пошел к люте, стал проводить сатсан, он забыл об этом чай. Жена сделала чай, пришел час, полчаса по часу. Она начала закипать сама, потому что он не пришел пить чай. Он стал очень злой. Она пришла потом с кастрюлей и полным чая и прям вылила на него. В этот же момент как раз мальчика и спрашивала о том, что жениться ли мне или нет. Что мне делать, быть партнером или нет. В этот момент она прям пришла и вылила на голову мастеру. Он взял салфетку, вытерся. Он сказал, это мастер сказал «Посмотри». Вот это вот ответ. Это ответ. Жить быть очень хорошо. Быть с кем-то очень хорошо. Женись. Если ты спрашиваешь, значит тебе это нужно. Иди в этом. Какой результат ты можешь получить. Если у тебя будет очень хорошая, прекрасная жена, милая жена, то скоро ты будешь виноват. Попробуйте идти в любви. Жизнь будет прекрасна. Если у вас будет такая сварливая жена, как моя жена, или ничего не будет. Вы очень-очень быстро просветлели. И он сказал, что для моего мастерства она очень сильная. Даже не надо ничего делать. Она сделает вас просветлением. Даже медитировать не надо ничего. Автоматически это случится. И если вы чувствуете хорошо, хороший партнер, очень хорошо. Если не хорошо, то они убежали. В этом случае мы будем в партнерстве. Очень хорошо. Будьте партнерами. Уважаемый сам Даша, а вы женились дома? Если чувствуешь, у вас хорошие отношения, хорошо. У вас не очень хорошие отношения. Они, партнеры как пробуждают друг друга. И однажды он пробудется. Садаша, вы женились в то просветление? Или и после просветления? Они не такие. Она очень сладкая, очень хорошо. Он просветлел. Он просветлел за один год. Он был в браке и просветлял. Он просветлел в таком месте. Как в последний раз. Но это не за счет жены. Как произошло. Жена очень мягкая. Просто в некоторых местах, что она просветлела. Но так же, что что-то надо делать. Задавливает. Например, последнее желание. Иногда моя энергия вот шла, да? Допустим, женщина. Это моя последняя большая. Это тяга. Когда случилось жениться. Я уже в боте. Я скирни. Это все как бы закончилось. Это тяга женщины. И потом я взял. И потом я взял. И потом я взял. Это мой последний. Это мой последний. Вот моя давить. И закончилось. И тем не менее. Получилось. И все очень хорошо. Через один год я просветляла. Достиг просветления. Существование сделало это, очистило вот эти мои последние желания. Последние желания как быть женщинами, то есть со мной, допустим, кто-то нравится.